здоровенький ребят вы на канале ford mac ну что же заказали ролик от никиты васина светлая ему память потеряли такого замечательного контент-мейкера но все же давайте посмотрим ролик про взрослые моменты в смешариках какие же они чем они проявляются какие моменты были замечены в этом мультседиале поехали ни для кого не секрет что смешарики это мультфильм не для детей точнее не только для детей еще 10 лет назад создатели признались что специально сделали истории которые понятны для детей и интересны для взрослых такая модель взрастила огромнейшую армию фанатов и поклонников и уже успела догнать тех кто смотрит мультфильм позже в зрелом возрасте сотни и тысячи людей удивляются пересмотрев старые серии смешариков в осознанном возрасте в этом видео я расскажу про самые непристойные моменты в смешариках вы точно пропустили при просмотре для вашего удобства для каждого момента я написал таймкод и давайте договоримся так как только это видео наберет 30000 лайков я выпускаю продолжение наверное самые так сказать интересные персонажи в плане взрослых шуток это савунья и каркарыч не знаю связано ли это с тем что персонажи озвучивает сергей мордань по иронии один из самых молодых актеров озвучки смешариков но они почему-то казалось наоборот не самых старших актеров ну ладно остается фактом например в серии забытая история осяж включает карычу изображение некой дамы с ярко накрашенными ресницами на что карыч начинает подпрыгивать и подохивать савунья вспомнив что в доме находятся несовершеннолетние дети быстренько их выгоняет уже через 10 лет савунья снова решает вспомнить свою молодость и как бы ненароком пританцовывать на шесте в фильме легенда о золотом драконе под песню секс-бомб тома джонса напомню фильм предназначен для лиц старше 6 лет романтических связях но почему бы и нет ненавязчиво аккуратно савунья каркарыча ходят легенды их связывает слишком много всего карыч помнит как сова романтично засовывал себе шишку в рот как они вместе бегали по утрам как они учили маленьких смешариков видимо эта связь зашла слишком далеко потому что в серии метеорология у карыча оказываются те самые панталоны откуда савунья она их все время гладит прячет но кстати ни разу в течение всего мультфильма не надела потому что напомню ходят голые надеюсь что с карычем у них все хорошо сложилось хотя честно савунья довольно неприхотливая потому что считает что размер не имеет значения размер не имеет значения главная хорошая вещь сделанная с любовью лосяжев эти свитер классная все тобой хотел с порядком где только там приседать ходить снимать пожирать твою очередь очень комплексует из-за размеров своих рогов его комплексом посвящена целая серия под нас что торжество разума которая описывает процесс увеличения лосяжем своих рогов и катарсис достигается в тот момент когда весь процесс увеличения органов дошел до такой стадии что итоге сломались заканчивается колоссальным крахом и рога у него вообще становится малюсенькой длины но давайте немного ударимся в лирику и вспомним петли в смешариках намеки на простите повешение в мультфильме проскакивают сплошь и рядом в серии парные макраме бараш вместо чего-то осмысленного сидел и вышивал петлю в серии линии судьбы лосяж уж очень близко встал к точно такой же петле а в серии здесь уже наверно плетянута просто петель петелька за которым уже дернуть лунный заяц уже крош свисает с петли ну и в эпизоде талисман происходит вообще какой-то бред савунья достает из шкафа канат с петлей и утверждает что это нужно но не то ну и завершает нашу маленькую петлячую жизнь копаток который даже уже доски поставил и ну конечно чтобы откинуться суре откинуть себя к туалету чтобы наконец посреть ну здесь уже прям укуси меня пчела вы ничего не слышали смешариках вообще конечно обыгрывалась и сама смерть серии минус 41 градус по цельсию крош с ёжиком подумали что нюша замерзла и потекла с концами ёж вообще ее похоронил и начал вносить нюшу в дом ногами вперед прямо как покойника крош который нюшу конечно любит просит его так не делать любовь она такая но как быть если дама твоей мечты выглядит как проститутка сказать ей о том что она проститутка а чего это так выглядело что неужели непонятно ну-ка на кого я похожа на крошку молчи сказать ей о том что она проститутка интересно что в релизе в интернете эту сцену убрали чтобы не смущать детей и родителей проституция нюши так сказать не вызывает сомнений но точнее та роль которую на нее возлагают сценаристы целая серия горы икон о но это легендар очками до сих пор лежит красных не вот это смешали к большая книга и там эта серия точнее описанная кому то ли комиксом то ли текстом феты посвящена проституции а дело было так когда создатели мультсериала обсуждали общую концепцию мультфильма они немножко разошлись во мнении алексея лебедеву возразили сказали что он ну никак не сможет в детском мультфильме сделать серию про проституцию на что алексей ответил что напишет ее на спор и в результате вышло так сказать оригинальное прочтение эскорт рынка в реальном мире и в итоге самое смешное в детстве я даже об этом не задумывался раз дает нюша конфеты за то что она с ним смотрит на горы ведь барашу это надо он получает от этого ну так сказать удовольствие а нюша как-то уже и нет какой-то момент ее это задолбало окончательно и она сказала что не будет работать ночной бабочкой за конфеты ну скорее блять уже не задолбала она уже обожралась еще плюсом и проблемы со здоровьем подоспели и сахарный диабет так что молодому и перспективному юнцу не остается ничего другого кроме как найти путь к сердцу девушки через букет синих цветов и у него это отлично получается крош видит конечно все это он галидеет на все это и постоянно думает о борделях и проститутках возможно именно поэтому когда в серии кардебалет ёжика назначили начальником этого самого кордебалета крош путается в словах и чуть не говорит колючему что ему вменили шефство над борделем тебя выбрали начальником борды каждый балета к этому бизнесу присоединяется и лосяж в серии бабочка несомненно серии про самоопределение и возможно даже с намеком на лгбт сообщества лось всю ночь гулял по улице с крылышками пил нектар все ну в принципе лосяши неплохо бы приняли знаете в о в твиче там же нас и олени теперь ходят там нас теперь и разные говорится особые существа которых нужно поглаживать на стриме и тут такой лосяж а я вообще-то идентифицирую себя как бабочка так что добро пожаловать на мой стрим дела и в конце концов вернулся домой только к утру ну бабочка вернулась с ночи чего говорить реплика копатыча не заставила себя ждать наша ночная бабочка вернулась матыч стебет конечно знатно но может быть вспомнил свою молодость когда он еще был в городе и на фоне успеха шоу люсьен встречал таких бабочек серии моя прелесть он говорит примерно следующее про тех кто любит нюхать все подряд а другие только раз нюхнут и делай с ними шо хош и примечает что на него эта фигня не работает ну потому что насморк у него якобы а сам-то в противогазе сидит зачем-то вообще с ним связано много историй в том числе и про зависимости как вы знаете про зависимости от меда и от огорода про мед мы уже с вами помню серия про тюрьму и отбывание срока на зоне за сбыт тяжелого наркотика пчелиного меда я про это уже говорил а еще ему очень нравится огород свой делать и заниматься ботаникой которая кстати наука не очень признанная хотя и важная вот и сидит он на третьем месте с едва заметный надписью лох а лосяж над ним ржет но ничего лосяж не смейте блять про ботанику а ничего не смейте говорить такого плохого а то как говорится эти физики и математики прочее жрут всякие вкусные дары природы они и даже не задумываются о том что благодаря ботаники то эти самые дары природы получили тут еще селекция как бы это подставило так что не смейте мы тоже все помним мы помним ту сцену когда ты сидел за компьютером и орал очень странные слова а знаете кто тоже не без грешка ёжик в одной из азбук он пытается загрузить фотографию лили чтобы на неё так сказать поглазить ну как мы знаем все смешарики обнаженные если что но в самый нужный момент отрубается вай-фай и и вот что поделать ёжик столкнулся с интернетом есть диалапом 90-х с воплями и криками выбегает на улицу в чем мать родила ёжику просто окончательно не везет ну то есть вообще не везет когда он хотел поучаствовать в выборах за право съесть трюфель он увы его не съел да и нюша вела агрессивную предвыборную кампанию крошу это не понравилось и он просто взял и нарисовал нюши усы и прическу прямо как у известного австрийского художника ну конечно порть крош порть мы ж богаты сложно представить что с ними сделает бараш за такое хулиганство хотя одним кроликом больше одним меньше какая разница их же много в конце серии красная книга оказалось что все смешарики занесены в красную книгу ну кроме кроликов конечно мы там ну кроме кроликов разумеется отчего как вы думаете уж не от того ли что кролики очень быстро размножаются будь осторожен сизый ворон да и вы ребята тоже будьте осторожны а то придет нюша и как палкой всего доброго товарища что ж ребята вот такой вот эпизод честно скажу да различных намеков было достаточно и честно показаны они довольно таки неплохо очень даже неплохо и удивляет то как создатели это грамотно сделали без знаете такого излишнего перебора и так чтобы и взрослые надо погодали ну и детишки это сказать посмотрели нормально серию без проблем респект и лайк как создателям так актерам озвучки так и посмертно никите будет не хватать его новых видео респект и лайк обязательно поставьте под оригинальным роликом лайк и спокойной вам ночи дружки пирожки